Приветствую вас, и ситуация такова, что мужчина находился в достаточно сильном эмоциональном подъеме, когда вы проявляли коммуненность, он был предпочтлением от того, что вы ему сказали, вероятно, не ожидал всего этого, и на тот момент ему казалось, что действительно с вами быть вместе это то, чего он хочет, но прошло время, он приехал к себе домой, оказался в обычной ситуации, в привычном образе жизни, и вы вместе с вашими словами и с его желаниями начали казаться ему сном, чем-то далеким, слишком ненастоящим, реалистичным, и из области фантастики. И именно поэтому, когда он приехал домой, он с мамой, скорее всего, даже не поговорил, потому что слишком эфемерно казалось, и когда начали казаться ему ваши отношения. И мужчина действительно верил в то, что говорил, когда уезжал от вас, он не обманывал, нет, он правда верил, и он правда хотел на этот момент, но поскольку вы живете друг от друга достаточно далеко, то расстояние делает свое дело, оно как бы показывает вам, точнее в данном случае ему, что есть некая граница, некая планка, выше которой он прыгнуть не может. И из-за этого, из-за этой гонки, ему кажется, что у вас с вами, вот из-за него с вами ваше обращение, ничего не получится, кроме того, что уже и сейчас. И вам нужно, если вы этого мужчину любите, если вы хотите действительно быть с ним, вам нужно быть немного понастойчивее, и он может самостоятельно проявить инициативу, и показать свои намерения так, чтобы он вам поверил, чтобы он откровенно поверил в вас. Либо, чтобы у него не было иного выбора, кроме как поверить в то, что вы действительно хотите быть с ним. И если после такого шага, он все равно будет продолжать вести себя так же, это значит, что он не заинтересован с вами на серьезных отношениях. Он не хочет иметь с вами на серьезных отношениях. Его устраивает все то, что есть сейчас. Это его право, это его выбор, но его так устраивает. Но если это действительно так, то вам предстоит сделать выбор. Готовы ли вы исполнять, играть ту роль, которую он вам отвел, и занимать ту позицию, которую он вам предоставил. Или жить дальше, жить своей жизнью, значит, преследовать свои цели, свои интересы защищать и так далее. То есть здесь все решать вам. Но мужчина у вас просто-напросто немного нерешительный и недостаточно упорный для того, чтобы бороться за свое счастье, если оно не находится у него прямо перед носом. То есть если оно у него не под боком, а где-то достаточно далеко. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok